всем привет меня зовут александр мирошников и сегодня в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема в очередной раз мы задаемся вопросом так сколько же есть белка времени у нас как всегда мало вперед вперед к знаниям как только мы начинаем снимать фильм про белок для начала мы должны помолиться богам олимпа и как всегда вспомнить слова маркса что у входа в науку о белке как у входа в ад должно быть выставлено следующее требует здесь нужно чтоб душа была тверда здесь страх не должен подавать совета почему каждый раз мы начинаем с этих слов скажете вы потому что вы видите 14 миллиардов долларов только американцам приносит продажи белка в тринадцатом году продали 1 и 2 миллиона тонн только в и протеина мы с вами видим что не только спортивные фирмы заинтересованы в продаже протеина но также фермерские компании которые торгуют и яйцами и мясом и рыбы и да но но вы видите пепсико до огромное количество компании заинтересованы в естественно рекламе белковой продукции в изучении белка и соответственно продаже этого продукта естественно крупные белковые компании хотят узаконить свою продукцию со стороны науки и нанимают известных ученых изучать до исследовать как раз продукты белок и так далее и мы с вами видим вот король король коммерческих белковых всех организаций конечно стюарт филлипс он практически во всех во всех исследованиях пишет официально что он представляет компании там вы видите это фермерские компании пепсико ну и так далее и тому подобное со стороны спортсменов конечно же джозе антонио это директор так называемой компании ссн шонфилд известный до огромное количество значит компании шонфилд свое время представлял и являлся главным специалистом дематас нутришин здесь мы видим таксиера представляет в основном боди темпл какую-то компанию до настле вы видите ребята то также представляет известный наш 9 с в основном яичные компании ну и да но он также вы видите тоже есть определенный набор и исследователи официально например такой март он известный нам до мазда сауза грик робертс мой друг они в основном участвуют в кластеризации до официально не заявляют конфликта интересов но периодически пишут о белке участвуют в исследованиях в обзорах соответственно с отцами так называемой белковой продукции чтобы разобраться в этом вопросе конечно же мы обратимся к мета анализом не то чтобы это лучше мы понимаем но это более удобнее потому что уже за нас собрались в единое все исследования и мы дальше уже можем с ними работать когда встает вопрос сколько же вешать граммах нельзя не вспомнить самый популярный мета анализ 2018 года здесь собрали все известные представители белковых фирм здесь и морта мы видим и шонфилд и филипс ночам все сам мета анализ был финансирован молочной молочными фирмами вы видите и выводы достаточно простые что когда вы тренируете с отягощениями нужно есть 16 грамма на килограмм белка в день сверху не нужно а вот 16 килограмм грамма на килограмм белка в день выложь да положь но все это очень интересно давайте все-таки разбираться с этим мета анализом чтобы разобраться в этом мета анализе в него вошло какое-то страшное количество исследований по моему 40 или больше нам необходимо вспомнить нашу любимую табличку мы ее немножко расширим здесь будут входить сами исследования потом что меряют либо обезжиренную массу тела либо соответственно толщину мышц да может быть кса дальше уровень исследования это рк и не рк и дальше обязательно метод оценки состава тела для нас это очень важно да и если конфликт интересов или фундирование ну начнем мы с вами видим первая часть исследований здесь мышцы растут конфликт интересов вы видите практически все исследования с конфликтом интересов выделил специально то есть на самом деле когда я начал разбирать этот мета анализ вспомнилась мне песня помните я его слепила из того что было а то что было и полюбила настолько быстро нужно наверно был собирать это мета анализ что вошли исследования где использовались в качестве метода оценки состава тела напольные весы ну вы видите да не сообщается в некоторых исследований конфликт интересов как мета-анализ берет такие исследования вообще непонятно да здесь в основном вы видите либо будет под либо напольные весы узи гидростатическое взвешение до мышцы растут есть кстати с конфликтом интересов нет разницы между группами до группы плацебо и группы которые принимали белки но в целом мы видим до набор набор каких-то непонятных исследований вот самое последнее обратить внимание где белок и плюс витамин d3 ну как можно может быть от d3 мышцы выросли до или от белка выросли лет комбинации но все равно вставляют соответственно в этой следы но движемся к следующим к следующим работам очередная пачка исследований которые вошли в этот мета-анализ мы видим везде конфликт интересов первое исследование метод оценки состава тела калиперометрия дальше видим несколько исследований показывают что нет разницы между группами плацебо и соответственно и белок одно исследование вы видите митчелл 2015 года показал что нету никакого эффекта при приемке больших доз белка но в целом да мы видим опять очередной набор рк и где полностью заинтересованы до компании в хорошем в хорошем как говорится эффекте нам бы конечно сравнить да нам бы хотелось бы сравнить посмотреть где есть конфликт интересов и нет конфликта интерес но движемся дальше следующее исследование вы видите везде практически мышца растут только в 2012 году не нашли эффекта везде либо плацебо рк и либо просто рк и либо дэнситометрия гидростатическое взвешивание везде конфликт интересов но есть несколько исследований где вообще как всегда не сообщается и еще раз до обращаю внимание исследователей ну как вы берете работы которые нарушают правила публикации да странно но поделать ничего не можем опять вот вспоминаем ту песню я его слепила из того что было и наконец мы добираемся до сравнительного анализа где исследования которых не существует никакого конфликта интерес опять здесь солянка я выделил цветом посмотреть опять напольные весы здесь у нас с вами и дэнситометрия мрт гидростатическое взвешивание биопсии все полный набор тут как бы все очень хорошо есть исследование которые говорят что нет никакой разницы между группой плацебо или вообще группами также опять непонятное исследование где опять витамин d группы b витамины витамины сочетаются с белком но в целом мы с вами видим да что когда нет конфликта интересов нет никак никакого результата когда есть конфликт интересов почему то есть результат что мы можем сделать какие выводы но вывода дни будем наблюдать и если уже говорить о мета-анализах которые публикуются по этой теме то мне нравится именно вот этот мета-анализ 2019 года почему посмотрите потому что исследователи подошли очень скорпулезно вот к своей работе и так критерии включения были собраны только ирка и и по такому правилу первое опубликованы на английском языке второе исследование исследованные лица были на момент принятия здоровыми третье возраст 1860 лет то есть практически все четвертое не сидячими то есть что-то двигаются тренируются и так далее даже должны присутствовать по крайней мере два вмешательства добавки протеина и силовая тренировка мы же фитнес правильно нас это интересует следующее шестое были включены только методы золотого стандарта такие как дэнситометрия плетизмография до гидростатическое взвешивание узи взяли хорошие методы то есть не какие-то весы как у мортона да не какие-то значит коль не какую-то калиперометрию более-менее вот взяли такие вещи хотя сами потом обсуждают что дэнситометрия все-таки это конечно бога нет и молодцы посвящают этому даже небольшой небольшой отрывок ну и взяли посмотрите везде искали из кучи баз 5 баз практически до проплачено каким-то государственными организациями то есть нет коммерческих структур ну давайте перейдем к выводам перед тем как перейти к выводам я вам показываю новую табличку это дополнительные исследования потому что практически огромное количество исследований они взяли у мортона и соответственно добавили туда новые исследования которые мортон почему-то не нашел все исследования вы видите имеют конфликт интересов но как бы добавили и соответственно я вам это показываю на основании доступных исследований можно сделать следующие выводы и так первое низкий уровень доказательств в которых вы протеин изменяет мышцы по сравнению с другими не белковыми и за калорическими вмешательствами и что концентрат или золя даже с различными уровнями белка практически идентичен в отношении амплитуды этого эффекта мы видим то что мышцы растут очень низкий уровень доказательств умеренная сила доказательств который показывает что после адаптации к силовым упражнениям происходит усиленный рост обезжиренной массы тела в отношении добавок протеина так как концентрированным также в изолированном виде это не зависит от уровня тренированности третье высокая степень доказательств в которых добавка вей протеина является благоприятной для потери подкожно-жировой ткани и это снижение наблюдается только для вей протеина концентрата четвертое умеренная сила доказательств при котором снижающий эффект по житая проявляется только в протеинах с низким содержанием белка 51 80 процентов и этот результат проверен только у обычных бодибилдеров и 5 очень низкая степень доказательств который существует обратно пропорциональной тенденция между содержанием белка и снижением подкожно-жировой ткани в двадцатом году выходит два мета-анализа они менее интересны и первый мета-анализ говорит что добавка белка сама по себе не приводит к значительному улучшению мышечной массы силы или функции пожилых людей с ослабленным или слабым здоровьем и мета-анализ чуть позже вышел в целом результаты подтверждают положительное влияние добавок белка на обезжиренную массу тела взрослых и пожилых людей независимо от времени приема влияние на мышечную силу синтез менее ясны и требуют дальнейшего изучения но вы мне скажете если не вредно потреблять больше белка то да какая разница давайте его есть побольше два три четыре грамма на килограмм веса и теперь нужно конечно же выяснить а вредно ли употреблять высокие дозы белка и нам уже известные специалисты белковые утверждают своих мета-анализах обзорах что это абсолютно не вредно что почки не нарушаются да и работа почек не нарушается а вот антонио директор джозе антонио директор ссн он прямо говорит что наше исследование показало что у тренированных мужчин которые в течение одного года употребляли высоко белковую диету вы видите от двух с половиной грамм почти до трех с половиной грамм на килограмм сутки не было вредного воздействия на показатели липидов крови также функцию печени и почек ну и наоборот жир там уходил да все выздоравливали и как говорится все хорошо но обратите внимание на ссылку которая всплывает сейчас у вас в верхнем правом углу это фильм как раз в котором мы показали что куча исследований которые говорят что почки нарушаются работа их нарушается давление повышается ну и так далее тому подобное обязательно это фильм посмотреть все это очень интересно все очень хорошо но зритель канала веселая наука воскликнет так сколько же вешать граммах борисыч уже 15 минут смотрим а вывода все нет куда пойдем пойдем где веди весту чем же сейчас занимается 9 с а он занимается придумал какой-то новый метод экскрекции co2 после приема аминокислот до этого окисления аминокислот оценивался вот этим методом вы его видите это индикаторный метод окисления аминокислот а west говорит что он плохой этот метод и нужно применять другой но самое интересное вот из этого исследования я вам сейчас зачитаю и west говорит именно тот метод который они придумали после начала двухдневного умеренного потребления белка 1 и 2 грамма на килограмм веса после высокого наоборот потребление может указывать на то что предыдущие оценки потребности белки утренированных по силе популяциях методом старым могут быть завышенный по крайней мере на 25 процентов то есть представляете если мы какой-то метод берем начинаем играть с этим белком результаты на 25 процентов не верны и в конце делаются выводы в соответствии с предыдущими выводами у начинающих тяжелоатлетов но спортсмены которых тренируются тягощение анаболизм всего тела может поддерживаться умеренным каким 1 и 2 грамма на килограмм потреблением белка в день я вас понимаю прекрасно что вы хотите выводов но пока мы можем сделать только предварительные выводы и так если вы сидячий человек до сидите на диване занимаетесь компьютером то требуется 10 процентов от рациона белка или 0 8 грамма на килограмм обезжиренной массы тела если вы фитнесер активный до тренируетесь с отягощениями то требуется до 15 процентов от 10 до 15 процентов от рациона белка или приблизительно 1 и 2 грамма на килограмм обезжиренной массы тела еще раз бы хотелось проговорить что те исследования которые проплачиваются коммерческими организациями мы не утверждаем что они плохие но нам хотелось бы выбор чай или кофе как мы говорим мы хотим чтобы сравнить исследования с конфликтом интересов и без конфликта интересов если они сойдутся то тогда и это будет истинное знание но на данный момент они не сходятся и поэтому мы будем наблюдать если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научной темы все пока пока